Мы предлагаем уличные варианты мягких кресел, которые можно разместить в саду или на открытой террасе загородного дома. Кресло принимает форму человеческого тела, а нагрузка распределяется по всей площади конструкции, что позволяет создать наиболее комфортные условия для отдыха. Благодаря полному отсутствию острых углов, кресло абсолютно безопасно для здоровья, что позволяет использовать их для детских комнат. Несмотря на видимый объем, изделия очень легкие и мобильные. Бескаркасная мебель удобна в эксплуатации, она легко чистится, а при желании съемный чехол можно заменить на новый. Здравствуйте, мои дорогие афонтовцы и мои замечательные подписчики на ютюбе. Я стою у куста смородины. Это молодой куст, ему всего два года. Вы помните, как мы в прошлом году снимали шикарный урожай с этого куста? А вот обратите внимание, как он дохленько, придохленько цветет. Вот что ему не так? Почему его макушки вот в таком состоянии? Все обрезано, все сделано вовремя. Иногда мы просто, ну даже, знаете, невластны над природой. У нее свои законы, и мы должны, ну как бы, жить по ее законам, а не потому, что нам хочется или нам не хочется. Вот куст смородины покрылся листьями, они практически уже почти распустились. Что нужно сделать с ней? Ну это нечто ужасное. И я, секатор в руках, и я все это буду обрезать без, вообще без какого-либо там сожаления, потому что я видеть это не могу, это страшилище какое-то, а не смородина. Ну что, разве из этого что-то хорошее вырастет? Да никогда в жизни. Поэтому обрезаю без сожаления закрученная макушка. Здесь только одни вредители. Я сложу все это в кучку и в костер, и даже рука не дрогнет. Знаете, обидно потому, что если бы я их не кормила, не обрабатывала их зеленую массу, мне было бы не стыдно смотреть вам в глаза и врать. Но я это делала. Значит, все-таки природа, она сильнее нас. И мы должны подыгрывать ей и вовремя все делать. Что нужно этому кусту, чтобы листья стали крупными? Ведь листовая пластинка – это зеленая фабрика, которая солнечный свет перерабатывает в полезнейшие вещества. Это называется фотосинтез. И на земле все так устроено. Мы должны помогать растению, а не говорить, а, собираешься сдохнуть, ну и туда тебе дорога. Посмотрите на эту ветку. Вот сейчас эту обрежу. Вот на эту ветку посмотрите. Это что за уродище такое? Почему она так растет? И я без сожаления вот так ее обрежу. Без сожаления. Потому что куст формировать тоже обязательно. Формировать так, чтобы солнечный свет падал на все листики, и никто не выходил там за 5 километров, и никто не изгибался, как змея. А все росли ровно и спокойно, и каждому хватало бы и питания, и освещения. Посмотрите, сколько сухоты и сколько всего погибшего. Правда, сердце кровью обливается. Вот садоводы, которые сердцем живут на даче, они меня услышат и поймут. Я, в общем-то, вы видели, что я всегда делаю все хорошо сразу. Я сделала все хорошо и сразу. Но вот то, что я вижу сейчас, ну, честно сказать, я в шоке. Я даже не знаю. Мне, конечно, хочется бросить этот секатор и сказать, все, бляха-муха, больше не буду здесь ничего делать. Нет, буду делать. Потому что это элитные сорта смородины. Здесь изюмная, здесь зеленая дымка. И мне просто, знаете, совесть не позволит бросить все и уйти. Нет, все это будет обрезано, все это будет приведено в порядок, и этот куст заиграет. И я его, конечно, сейчас, учитывая, что это растение получило мочевину по корочке льда, значит, недостаточно получило. Азот отвечает за зеленую массу. Помните? И чтобы у нас потом фотосинтез, пластинка-то листовая должна быть вот такая, а не вот такая вот, чтобы фотосинтез шел правильно, надо помочь растению развить листовую пластинку. Значит, это азот. Значит, это мочевина, в первую очередь, сильнейший азот, который заставит развернуться и вырасти эту листовую пластинку. Давайте к этому кусту перейдем. Вот это изюмная. Но у нее то же самое. И это меня наводит на мысль, что в этом году со смородиной будет как-то не очень хорошо. Но здесь вот все то же самое. И макушки такие суховатые, нераспущенные листья на них. Почему? Ну, причину знает один Господь Бог. Все сделано, все дано. Просто сверх того, что вообще положено. А вот еще один куст. И он выглядит так же печально, как и первый, как и второй. Вот они сухие. Видите, нераспущенные листья? Просто отваливаются целые группы почек. Почему? Я причину пока не знаю. Правда не знаю. Что это не обморожение? Да не может быть такого. Снега было вот так вот, по эту пору. Поэтому все, что выглядит по-нищенски, мы все это убираем. Потому что растение будет пытаться накормить и эти маленькие листочки. Нам это не надо. Нам надо, чтобы оно сосредоточилось на хотя бы том количестве ягод, которое уже образовалось. И очень правильно, если вы удалите все, что вызывает у вас сожаление или какое-то подозрение, что с ними что-то не так. Да не так, потому что даже листьев нет. Сейчас самое главное дать побольше азота. Азот в быстрой форме – это мочевина однозначно. Карбамид по-другому называется. Обрезав для начала все, мы даем в приствольный круг такую хорошую подкормку. Ну вот, я придала ему какую-то определенную форму, убрав всю сухоту ненужную. Теперь дадим ему азота, вот этой самой мочевины карбамиды, из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды. Больше нельзя. Если это у вас селитра, ее тоже можно использовать, аммиачная селитра. Но 2 ложки на 10 литров воды, она более слабая. Но в данном случае мочевина была бы гораздо лучше. Ну и, естественно, пролив ее приствольный круг и всегда, смотрите, видите, где ветка, да? Значит, вот тут у нее находятся корни. Значит, вот проливать нужно вот в это кольцо, а не вот сюда вот. Вот не сюда, вот стволы, чтобы обжечь. Нет, вот именно кольцо поливочное по проекции ее кроны. Вот крона кончается. Вот смотрите, опустили на землю, 20 сантиметров сюда, 20 сюда. Вот это кольцо и будет кормить растения. Запомнили? Ну вот пока про смородину все, а дальше все как положено. В свое время обнимаю и целую вашу тетю Таню. Редактор субтитров А.Семкин